Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня у нас в гостях снова, что очень приятно, Алексей Саватеев. Представление он не нуждается, но я все-таки пару слов скажу. Это член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор МФТИ, профессор Адыгейского университета, известный блогер и популяризатор математики, со своей лекцией «Три грани рождественской теоремы фирма». Если успеем, четыре. Так что добро пожаловать. И по поводу регламента. Если у вас возникают вопросы, просьба поднять руку и дождаться, когда вам дадут микрофон. Вопросы задаем в микрофон. Это чтобы слышали через Zoom, да? Да, благодарю. Передаю слово нашему гостю. Так, а вот эти фломастеры, да? А, вот. Так. Хорошо. Поднимите руку, кто был два месяца… Ой, или когда было? Полгода назад. В декабре. Кто был в декабре? Ага. Отлично. Теперь честно поднимите руку, кто знает, как формулируется рождественская теорема фирма. Один человек есть. Так, теперь я ее сформулирую. После этого задам вопрос поднять руку тем, кто на самом деле ее знал, но не знал, что она так называется. Это часто бывает. Я, например, совершенно не помню названий теоремы матанализи. Даже вот тут недавно на канале вышло полдня матана, и там, значит, перед этим был ролик, где я просто не помнил, что такое теорема роля. Ну, я не помнил имен. Ну, естественно, я ее знаю, но я ее знаю как формулировку и даже как доказательство. А вот имени не помню. Поэтому, возможно, вы знаете ту теорему, которую я сейчас сформулирую, но не знали, что она называется рождественская теорема фирма. Она возникла в 1640 году в письме на Рождество. Фирма своему другу написал, что смотри, какой я обнаружил интересный факт. А факт такой, если простое число имеет вид 4К плюс 1, ну, то есть дает остаток 1, определение на 4, то существуют натуральные числа х и у такие, что p равно х квадрат плюс у квадрат. Поднимите теперь руку, кто на самом деле знал эту теорему, но не знал, что она теорема фирма. Ага, ну несколько рук появилось. Это один из замечательнейших фактов. У фирма есть очень много результатов, ну, три из них прям самые-самые знаменитые. Это Великая теорема фирма, Малая теорема фирма про остатки, которую мы в декабре обсуждали, и Рождественская теорема фирма, вот эта. Ну и если вы там попробуете наугад какие-нибудь числа посмотреть, даже можете составить там таблицу, таблицу такую, чтобы вы вот квадраты перечислите, один, четыре, девять, шестнадцать, двадцать пять, тридцать шесть, сорок девять, шесть, сорок девять, шестьдесят четыре и так далее, и будете их суммировать друг с другом, да? Ну, иногда будут возникать непростые числа, но довольно много простых тут будет возникать. Кстати сказать, двойка тоже представляется как сумма двух квадратов, хотя и не имеет вид 4К плюс один, но двойка это единственное простое число, которое имеет вид 4К плюс два, не так ли? Вот, соответственно, простые числа, кроме двойки, они все нечетные, но то есть они либо 4К плюс один, либо 4К плюс три. Ну и вот когда вы будете суммировать, вы здесь никак не обнаружите чисел вида 4К плюс три простых. Вы будете обнаруживать, ну, тут интересен, естественно, только вот то, что над диагональю, потому что по диагонали простых чисел не будет, это просто удвоенные квадраты, а по диагонали будет то же самое, что над диагональю, поэтому можно здесь посмотреть, вот тут составное число пропускаем, да? Тут семнадцать, тридцать семь, да? Шестьдесят пять непростой, да? Вот, дальше вот здесь, например, тринадцать идет, да? Тринадцать, двадцать девять, видите? Вот прям пантеон простых чисел, да, идет, но только вида 4К плюс один. Все они, вот тут чего у нас появится? Семьдесят три вот здесь появится, например, с девяткой. Ну и дальше вы будете там обнаруживать. Сорок девять плюс шестнадцать, кстати, это что-то такое? А, нет, это шестьдесят пять, это непростое. Вот, да, двадцать пять плюс шестнадцать, это как раз сорок один, и оно простое. Ну и одно дело как бы увидеть, что все первые, допустим, тысячи чисел представляются, или все первые миллион чисел представляются, или современными компьютерами может быть триллион триллионов первых простых чисел вида 4К плюс один представляется в виде суммы двух квадратов. А другое дело это строго доказать, да, что любое число является суммой двух квадратов. Ну и вот есть несколько совершенно замечательных доказательств, доказательств очень красивых, и я расскажу некоторые из них, какие успею. Но прежде давайте поймем, почему здесь не встречаются простые числа вида 4К плюс 3, то есть числа 3, 7, 11, 19, 23, 30 и так далее. Поднимите руку, кто готов дать ответ на этот вопрос. Давай. По модулю 4 квадраты могут быть только нулемой единицей. Да, совершенно верно. От деления на 4 квадрат любого числа, либо дает остаток 0, то есть делится на 4, если число было четным, либо дает остаток 1, если число было нечетным. Ну просто, я не знаю, это я сверяю часы, что какие-то очевидные утверждения, они очевидны, да. То есть четные имеют вид 2 умножить на что-то, и в квадрате это 4n квадрат, то есть на 4 делится. А нечетные имеют вид 2n плюс 1, да, они отличаются от четного на единичку, и по правилам возведения квадрат тут 4n квадрат плюс 4n плюс 1, и видно, что остаток единица. А значит сумма 2 квадратов максимум до двоечки добьет по модулю 4, да, но никак не до тройки. Значит ни одно число вида 4k плюс 3 в этой таблице не встретится, и теорема дает исчерпывающее описание, что простые только именно вида 4k плюс 1 могут получаться, и оказывается, что они там все будут. Вот об этом будет сегодня речь. Ну что, давайте начнем с некоторых предварительных рассмотрений. Предварительные рассмотрения таковы. Давайте введем систему остатков отделения на простое число p. Пока в принципе совершенно произвольное. Мне также удобно будет использовать другую систему представителей этих остатков. Да, p совершенно произвольное, но все-таки не равное двойке, то есть p больше 2, простое число, чтобы оно было нечетным. И вот в высокой математике гораздо чаще вот с такой системой представителей работают. Не со всей полной исчерпывающей системы остатков, а с системой 0 плюс минус 1 плюс минус 2 и так далее. Но это тоже как бы любой остаток здесь встречается. Вы понимаете, что, например, что такое минус p минус 1 пополам? Какое остаток он дает от деления на p? p плюс 1 пополам, да? А минус 2, например, это p минус 2 и так далее. Просто удобнее работать с такой системой, когда вы работаете с остатками, когда вас интересует исключительно вопрос делимости на p и тех остатков, которые число дает на p, вам совершенно не важно, с какими именно числами работать. Если вы взяли одно число, 3, например, то число p плюс 3, 2p плюс 3, 3 минус p и так далее, так же годятся хорошо. Ну и вот гораздо удобнее будет вот эта система, когда мы будем сформулировать какие-то утверждения. Так вот, мы сейчас хотим доказать такое утверждение. Она называется теорема Вильсона. Возможно, я ее в декабре доказывал, но так как я уже увидел, что здесь пересечение не очень большое, то те, кто были в декабре, просто ее как бы еще раз послушают. Итак, что такое теорема Вильсона? Поднимите руку, кто знает. Так, а если я сформулирую, рука, как обычно, станет немножко больше. Она формулируется так. p минус 1 факториал прибавить единицу делится на p. Слышали про такой результат? Слышали про такой результат? Молодцы. Вот, давайте его докажем. То есть, если я беру простое число и перемножаю все ненулевые остатки отделения на это простое число, то всегда в остатке будет минус 1, ну или p минус 1. Так, как же мы его будем доказывать? Ну, смотрите. Давайте перемножим. И посмотрим, как это выглядит на примере числа 7 пока, а потом на общем. Вот. Итак, мне нужно доказать, что у этого будет остаток 6, правда? Ну, это то же самое, что доказать, что у этого остаток 1, да? Ну, смотрите. 1 будет отдельно стоять, а у двойки будет по модулю 7 такая как бы нейтрализующая его пара 4. 2 умножить на 4 это 8, а 8 это 1. Мы учимся, да, работать, вычитая произвольным образом эти простые, да? У нас 8 это 1, то, что мы по модулю 7 рассматриваем. Вот. А 3 умножить на 5 тоже 1, да? То есть получилось разбить вот на такие пары, и в произведении эти пары самосократились. Ну, возникает представление, наверное, о том, что так будет всегда, да? Что если мы уберем p минус 1, единица делу не попортит, то все остальные от 2 до p минус 2 строго разобьются на пары нейтрализующих друг друга. Да, давайте попробуем это доказать. Давайте попробуем это доказать. Пусть у меня есть остаток, да? Пусть а это остаток мод p. Значит, так как а меньше p, да, ну, естественно, не нулевой. Не нулевой. Красный фиговый фломастер. Если кто-нибудь принесет еще синий, будет хорошо. Это совсем фиговый. Красный и синий, ладно? А мы пока поработаем черным и зеленым. Чем больше цветов, тем понятнее. Есть такой простой принцип. Итак, что я утверждаю? Тогда наибольший общий делитель а и p равен чему? Единице. Потому что p простое, у него делители меньше p и больше единицы отсутствуют. Значит, а не может иметь с ним никаких общих делителей. Сколько бы много делителей оно само по себе не имело. Наибольший общий делитель будет равен единице. А тогда можно написать уравнение диафанта, которое я сегодня доказывать не буду. Я его доказывал, по-моему, в тот раз. Ну и кроме того, оно в любых матпрограммах, матшкольников пишется. Написать, что а умножить на m плюс p умножить на n равно единице и некоторых целых m и n. Ну, кто вдруг этого утверждения не видит, в смысле не знает, тех приглашаю посмотреть уроки с 11 по 15 из цикла 100 уроков математики мои в интернете. И там подробнейший разбор этого утверждения и всего, что с ним связано. Основной теремы арифметики. То есть мы будем исходить из того, что вот это уравнение диафанта, мы знаем, что для взаимно простых чисел всегда существуют какие-то их кратности различные, которые в сумме дают единицу. Ну и тогда смотрите, что мы видим. Тогда а в минус первый, то есть тот, который будет убивать нам а, это просто m по модулю p. Правда? То есть если мы возьмем остаток отделения m на p, то при умножении на a он дает единицу при делении на p, потому что вот это все делится на p тоже. То есть вот рецепт совершенно конкретный, как найти этот обратный. И значит у каждого остатка действительно будет какой-то обратный. А вдруг? А вдруг два? Может такое быть, что a умножить на m дает единицу по модулю p, и a умножить на l дает единицу по модулю p. Или такого быть не может? Давай, огласи. Ну можно вычесть. Тогда, ну, там даже немного с модулями поработает, тогда a умножить на m минус l равно нулю по модулю p. Да. И тогда a точно не делится на p, поэтому разность делится на p, но m и l меньше получается, чем… Да, совершенно верно. Значит, m минус l делится на p, то есть m равно l, это же остатки. Еще один вариант, воспользовавшись уже тем, что существует вот этот m, сделать так, домножить вот это равенство на m. Смотрите, a, m, l равно m по модулю p, правда? a, m, l равно m. Но дело в том, что a, m-то равно единице, поэтому это l. И вот мы тоже доказали сразу. Как бы сократилось получается. То есть это один и тот же. Поэтому никаких вот таких вот гадостей не может быть пары строго определены. Ни у кого не может быть двух пар. И значит, они строго разбиваются на пары. Но остался один маленький вопрос. Кто скажет какой? Что еще надо знать, чтобы терема Вильсона все-таки совершенно это строго доказать? О, спасибо. Чтобы терема Вильсона доказать, вот вроде как уже все, или все-таки не все, или есть прокол еще? Ну-ка. Вот на самом деле, если я скажу, что все, я все разбил на пары, и значит, они друг друга посокращали. Это будет доказательство с небольшим проколом. Каким? Ну-ка, кто сможет увидеть здесь прокол? Давайте. Да. Ну, иными словами, вдруг может быть вот так. Правда? Фактически вопрос в этом. Даже если их четное число, если может быть вот так, то тоже не лечит. То есть даже если их четное число, и, например, два из них замыкаются на себя, то тоже доказательство падает. То есть проблема возникнет, если есть какое-то число, кроме единицы и p-1, которое само себе обратно. Правда? А что значит само себе обратно? Это значит, что если его умножить на себя, то получится единица по модулю p. Правда? А давайте тогда вычтем. a квадрат минус 1 делится на p. Правда? Ну, а квадрат минус 1 — это a минус 1 умножить на a плюс 1. И это делится на p. И все. Потому что если произведение двух чисел делится на простое число, то одно из них делится на простое число. В первом случае это единица, во втором случае это p минус 1. Все. Вот теперь пробелов нет. И заодно доказано, что их четное число. Но на самом деле, если честно, то, что их четное число мы знали, потому что p — это нечетное простое. Это простое больше двойки. Так что нам нужно было именно доказать, что нет вот такой вот фигни. И тогда у нас все разбивается четко на пары, и внутри пар все пересокращалось. Согласны, да? Отлично. Это первый шаг доказательства рождественской теоремы Фирма первыми двумя, я бы так сказал, методами. Вот. Первый шаг доказательства первыми двумя методами. Итак, у меня есть теорема Вильсина. Теперь я сейчас выведу из нее некоторые утверждения уже для простых вида 4К плюс 1. А именно следствие существует такое число М, допустим, что М квадрат плюс 1 делится на П при П равно 4К плюс 1. Давайте посмотрим. для этого мы П минус 1 факториал запишем, как 1 на 2 на 3 и так далее на П минус 1 пополам до серединки. А дальше вместо П плюс 1 пополам я напишу минус П минус 1 пополам. Согласны, что это то же самое? Следующее число это минус потом будет минус П минус 3 пополам и так далее минус 3 минус 2 и минус 1. Это то же самое. П минус 1 факториал это вот это число. И вот это плюс 1 делится на П. Если я заменил некоторое количество чисел на те, которые получаются из них вычитанием П то остатка отделения на П я, естественно, не изменил. Но теперь у меня есть намек на то, что надо нам сделать. Что надо нам сделать? Итак, мы можем по минус 1 факториал записать в этом виде. И все еще если я записал вот так то прибавить 1 и делиться на П. Что теперь надо сделать? Это же очень похожие выражения, правда? Чем они отличаются друг от друга? Да? Да. У нас что-то количество Молодец. Давай с этого и начнем. Значит, сколько здесь минусов? Сколько здесь минусов? П минус 1 пополам, правда? А если П равно 4К плюс 1 то П минус 1 пополам это что? 2К четное число. И вот здесь используется то, что это 4К плюс 1 а не 4К плюс 3. Иначе было бы нечетное количество минусов ничего бы не получилось. А при четном количестве минусов минус дает плюс попарно все превратятся в плюсы. И мы по-прежнему получим верное утверждение. Но теперь уже у меня очевидным образом есть число М. Вот это М и это М. И все. То есть у меня М доказательство очень простое. М равно П минус 1 пополам факториал. Именно это число в квадрате при прибавлении единицы делится на П. Итак, для каждого из чисел вида 4К плюс 1 можно указать совершенно конкретное число такое, что оно в квадрате плюс 1 делится на П. Можно привести его к остатку потом, естественно, потому что если я к остатку приведу, ничего не изменится. То есть, например, как я буду делать для 17? Я возьму 8 факториал, 5040. Я точно знаю, что 5040 в квадрате плюс 1 делится на 17. Ну, можно от 5040 взять остатка делить на 17 и что-то там получится. Я даже, честно говоря, прямо сейчас я не знаю, что. Это уже надо прикидывать, где там будет квадрат. Вот. 17 плюс 1 или 34 плюс 1 или 51 плюс 1 68 плюс 1 там надо смотреть, да? Что там дальше? 85 плюс 1 102 плюс 1 пока квадратов не видно, да? 119 плюс 1 Давайте добьем, да? Какой там получится? А? Нет, а мне нужно, найти этот какой остаток до 5040 при делении на 17. То есть, мне нужно угадать, что именно в квадрате плюс 1 делится на 17. Вот. Но проще перебирать, извлекая корень из 17к плюс 1 для этого. Ой, а, минус 1 же нам нужно. Господи, что я не то говорю. 16, конечно, ты прав. 4. Все. Я не то делал. Ответ 4. 4 квадрат плюс 1 делится на 17. Спасибо огромное. Это я, меня переклинило, я прибавлял 1 в кратных 17. А надо было вычитать 1 из кратных 17, и сразу же возникает вариант. А именно 16, то есть 4 в квадрате. Супер. Ну вот, значит, всегда можно найти такое число. Вот это будет играть очень важную роль. Давайте я теперь приведу вам первое доказательство уже. Первое доказательство рождественской теоремы Ферма в лоб, в лоб, без каких-то витиеватых там отходов в разные несуществующие числа, которые мы выдумаем. Вот. Значит, итак, рассмотрим P равно 4K плюс 1 и такое M, что M квадрат плюс 1 делится на P. Ну, например, P минус 1 пополам факториал. Так. Далее рассмотрим все пары остатков R и S от деления на P. Из множества 0, 1, 2 и так далее корень из P целая часть. Вот такие рассмотрим. Ну, например, для 13 что это будет? Корень из 13 у нас между 4 и 3. Правильно? Соответственно, я перебираю R и S от 0, 1, 2 и до 3. Ну, там для 29 будет корень из 29 жить между 6 и 5. Соответственно, R и S будут перебираться от 0 до 3, 4, 5. Вот. Значит, что надо заметить? Что в этом множестве в нем больше, чем корень из P элементов. Вот это сейчас пока запомните. Согласны? Из-за 0. Из-за 0. Если бы без 0, это была бы целая часть от корня из P чуть-чуть меньше. Но если мы с учетом 0, то всегда больше. Вот тут, например, 4. 4 больше, чем корень из 13. Здесь их было 6. 6 больше, чем корень из 29. Всегда чуть-чуть, но больше. Хорошо. Вот. Тогда среди выражений вида R плюс SM вот таких выражений. Что среди выражений этого вида? То есть я составлю все возможные выражения такого вида. И спрашиваю, найдутся, сейчас пишу, найдутся два два, два, дающие одинаковый остаток от деления на P. Поднимите руку, кто это понимает. Тогда давайте чуть подробнее. сколько таких выражений? Вот здесь сколько их будет? M оно вот. Фиксированное раз и навсегда. это то, которое в квадрате плюс один делится на P. А вот RS бегают вот здесь. 16, да? 16 больше 13, правда? А здесь сколько будет? 36 больше 29. Ну, значит, тогда, если аккуратнее, надо сказать, потому что Дерехле, потому что Дерехле. Знаете, принцип Дерехле? Дерехле. Этих выражений корень из P целая часть плюс один в квадрате, потому что я могу любое поставить на место R и любое поставить на место R. Правило произведения в комбинатолике. Соответственно, всевозможных выражений вот столько, а это строго больше, чем корень из P в квадрате, то есть чем P. Поднимите руку, кто теперь понимает? Отлично, да, я просто пропустил немножко один вот этот логический ход, да, я их не посчитал. Итак, все, если я выпишу все такие выражения, все выражения вида 0, 1, 2 или 3, прибавить, так, в случае 13 у нас 5, M равно 5, потому что 25 плюс 1 делится на 13. Соответственно, вот я беру, любую из 0, 1, 2 и 3 и прибавляю также любую из 0, 1, 2 и 3, умноженную, тут надо другим написать шрифтом, на 5. Вот такие выражения, то есть 5 у меня зафиксировано, оно везде одно и то же, пятерочка. А эти я перебираю, например, 1 плюс 2 2х5, 2 плюс 0 на 5, 2 плюс 3 на 5, ну и так далее, все 16 раз. И у меня получается 16 чисел, я не утверждаю даже, что они разные, может, и одинаковые будут. Важно то, что если их 16, то существует 2, которые дают 1 остаток определения на 13. Это мне самое важное. Мне не важно, разные, одинаковые, мне плевать на это. Важно, что есть 2, которые дают одинаковый остаток. Отлично. Давайте запишем. r1 плюс s1m и r2 плюс s2m дают 1 и тот же остаток от деления на... Что из этого следует? Абсолютно верно. Тогда r1 минус r2 прибавить s1 минус s2 на m делится на p. Ну давайте это обозначим, скажем, за... Да можно, наверное, за x и y уже. Мы будем, на самом деле, утверждать, что это те самые, которые нам нужны. Поэтому можно написать, что это x, а это y. Вот. И получается, что x плюс ym делится на p. Но однако же, где x и y живут? Давайте посмотрим. Это разность двух чисел из вот этого ряда чисел. Значит, самое худшее, да, это что, может быть, минус целая часть от корня из p, да? минус 1, 0, 1, так далее, целая часть от корня из p. Вот. То есть, то есть, по модулю x, модуль y, меньше p, оба. Меньше корня из p, извиняюсь. Не p, а корня из p. Вот. Это важно. Это дальше будет важно в некоторый момент. Запомним, да, это. Ну, очевидно, да, что если мы вычитаем два числа из предела от нуля до, например, три друг из друга, то будет предел от минус 3 до 3. Вот. Значит, соответственно, здесь они не вылезут за предел корня из p, оба. То есть, мы, оказывается, умеем нащупать два остатка от деления на p, очень маленьких, которые оба по модулю меньше, чем корень из p. Такие, что если к x прибавить y, умноженный на вот то самое m, то самое m, то получится делимость на p. Да? Отлично. А если число делится на p, то на что ни умножай, делимость сохранится, правда? Если это будет целое число. Согласны? Очевидно, да, что так? Так. Ну, как это записать? Так. минус y квадрат и на m квадрат. Теперь я вспоминаю, что m квадрат плюс 1 делится на p. Значит, пишу здесь, но m квадрат плюс 1 равно p умножить на ну, на альфу, например. Не пугает альфа? Вот, поэтому m квадрат это p альфа минус 1, правда? Подставляем сюда и получаем получаем x квадрат минус y квадрат умножить на p альфа минус 1 делится на p. Согласны? x квадрат минус на минус дал плюс минус y квадрат p альфа делится на p. Что из этого следует? x квадрат плюс y квадрат делится на p. А теперь внимание! Эти товарищи оба меньше корня из p. Строго. значит x квадрат плюс y квадрат строго меньше корень из p в квадрат плюс корень из p в квадрат то есть 2p. А с другой стороны строго больше нуля потому что мы выбрали две разных комбинации дающие один и тот же остаток а значит здесь хотя бы одно из них не ноль. Соответственно получается что некоторое число делится на p и при этом находится в диапазоне от нуля до 2p строго. Чему же оно равно? Все. Теорема доказана. Первое доказательство закончено. Самое простое. Нет. Самое простое будет с крылатыми квадратами. Чуть позже. Так. Ну что? Вопросы? Ну в принципе вполне да. Вполне в рамках школьной программы хороших математических школ. Надо просто делимость как бы знать как свои пять пальцев. Ну если вы будущие эти самые айтишники там или искусственным интеллектом будут заниматься то делимость это ну как бы делимость сегодня это просто приводной ремень всех технических устройств вообще всего. Шифрование, кодирование это я показывал в декабре. То есть это самая главная наука. Теория делимости и теория остатков отделения на простые числа. Так. Стираю, да? Стираю, но не все. Следующая доказательство следующее доказательство теоремы основывается тоже на наличии вот этого M. То есть мне вот это утверждение я не хочу стирать. Оно мне пригодится и в следующем доказательстве тоже. Но от следующего доказательства я дам некоторый эскиз. Я его изложу с точностью до некоторых утверждений как и четвертое. А вот третье будет тоже полностью изложено как и первая. Так что как это? Четыре грани, из которых две будут немножко с эскизами. Так, давайте я это тоже оставлю картиночку просто для напоминания чем мы тут занимаемся. Так. Вот. Так. Значит, в лоб. Это доказательство было в лоб, следующее по лбу. Ну то есть на самом деле следующее будет очень очень дальней дорогой. Так. И начнется с вопроса «Знаете ли вы, что существует корень из минус единицы?» Которая в математике называется буковкой И и открывает дорогу в комплексные числа. И рисуют на вот здесь как бы на клетчатой доске его рисуют вверх вот на единичку вверх. Вот тут она живет. Тут единица, тут и, тут минус единица и минус и. Ну и если мы с вами договорились, математика устроена так. Все, что вы изобрели, существует. Просто это существование становится все более и более надежным с тем, как вы развиваете теорию. Если теория два шага и какие-то противоречия пошли, значит существование прекратилось, схлопнулось, объект схлопнулся. А если из него много интересного следует, значит он существует. Чем больше следует, тем больше он существует. В большей степени. Вот. Ну вот здесь идея комплексных чисел, которую придумал Рафаэль Бомбьери в 1500 каком-то году, чтобы оправдать решения кубических уравнений. Кстати, о них пойдет речь сегодня вечером в 18.40 на лекции выход за холошки в математике. Вот. Это в Казани уже, если вдруг кто доедет. В Казани будет вечером лекция у меня. Вот. Ну вот, соответственно, мы вводим такие гауссовые числа. Букву Z вы, наверное, знаете. Да, целые числа обозначаются буквкой Z. А вот если я в скобочках напишу еще I, то это будут гауссовые числа. Что такое гауссовые числа? Это все комплексные целые числа. M прибавить N, I. Здесь должно быть целое M и целое N. То есть, если иначе говоря, зная всю геометрию комплексных чисел, это просто вот эти вот все точечки. Вот эти вот точечки. Точечки. Вот. Вот такие вот точечки. Вот. Ну и в гауссовых числах вводится понятие делимости так же, как в целых. M плюс N, I делится на K плюс L, I. Если существует альфа плюс бета, I, такое, что K плюс L, I умножить на альфа плюс бета, I, равно M плюс N, I. Ну, вы меня спросите, а умножать-то их как? Да как обычно? Раскрываете скобки, умножаете. K умножить на альфа плюс L умножить на альфа на I плюс K умножить на бета на I плюс L на бета на I в квадрате. А что такое в квадрате? Минус 1. Поэтому написано на самом деле K умножить на альфа минус L умножить на бета. Это то, что без I стоит. А L умножить на альфа плюс K умножить на бета стоит вместе с I. Ну и оба числа, конечно, целые. Исходные четыре числа будут целые, значит, при произведении вот таком вот, получается целое. То есть умножение двух гауссовых чисел приводит к гауссовому числу всегда. Ну а сложение и вычитание, очевидно, приводит. Поэтому мы имеем дело с системой замкнутой относительно трех операций. Плюс, минус и умножить. Взрослые, присутствующие здесь, наверное, знают, как такие системы называются. Кто здесь не школьник? Поднимите руку. Кольца. Правильно. Такие множество. А может, и школьники знают, да? Кольца. Целые числа — это кольцо. Мы можем складывать, вычитать и умножать. Но делить не всегда. И из-за этого возникает теория делимости, основная теория арифметики и так далее. Так вот, в гауссовых числах все можно повторить. Все то же самое. То есть можно теорию делимости построить, но она будет странная. Я сразу предупреждаю. Например, 2, которое равно 2 плюс 0 умножить на и, это же вроде обычное целое число, да? Оно же было простым, но больше простым не будет, потому что это 1 плюс и умножить на 1 минус и. Проверяйте. То есть эти числа, они как будто предназначены для того, чтобы раскладывать сумму квадратов в произведение линейных множителей. Ну, на самом деле, не как будто, а ровно за тем. Они и предназначены. В математике умеют разность квадратов раскладывать, но надо раскладывать и сумму, и разность, иначе далеко не уедешь. Поэтому выдумываются такие специальные числа, называются комплексные, в которых сумма квадратов раскладывается на множители. Но нам будет интересно именно с целыми комплексными работать. То есть с теми, у которых обе вот эти компоненты при и и не при и целые. Вы видите, что любая сумма квадратов перестает быть простым числом. То есть, в частности, на самом деле, вот эти вот все числа, они все не являются гауссовыми простыми. Не являются. Вот это, например, что, 25 плюс 4? То есть 5 плюс 2i умножить на 5 минус 2i. Непростое число. Но надо быть аккуратным. Дело в том, что у нас в обычных целых была вот такая вот ситуация, например, которая нам не позволяла сказать, что это разные разложения. Мы не говорили, что, скажем, число 3 непростое из-за того, что оно равно минус 1 умножить на минус 3. Потому что мы минус 1 не отличали от 1, а минус 3 от 3. Правда? Не отличали. То есть мы говорим, что если два числа отличаются на минус 1, то с точки зрения делимости они играют абсолютно одинаковую роль. Так вот здесь ситуация немножко более сложная. А именно здесь все числа делятся на i и на минус i, помимо единицы и минус единицы. Здесь вот минус единица чем? Она обратимая. Единица на нее делится. Минус 1 умножить на минус 1 равно 1. А здесь появляется еще несколько. Вот i умножить на минус i – это единица. И, соответственно, любое число делится на i. Если я напишу там, скажем, r плюс s, i, то это i умножить на s минус ri. Согласитесь со мной, да? То есть любое гауссовое число делится на i, поэтому i неинтересно с точки зрения деления, оно выглядит так же, как единица обычная. Поэтому и вся теория делимости тоже должна искать делители не среди 1 минус 1 и минус i. Но в данном случае это совершенно настоящее отличное 1 минус 1 и минус i число. И это тоже. И получилось, что вот эти числа все перестали быть простыми. В гауссовых числах они уже непростые. Двойка непростая. И все виды 4k плюс 1 непростые. А вот все виды 4k плюс 3 простые. Но это отдельная история, какие простые, какие непростые. И я сейчас вам категорически заявляю, что оказалось, что вот эта рождественская теорема Ферма полностью эквивалентна вопросу о том, какие простые числа перестали быть простыми. Ну в одну сторону мы уже это поняли. Сформулируем общую теорему. Теорема Гаусса Эйлера Ферма. Но вот это как бы теорема, из которой сразу следует рождественская теорема Ферма, но которая проясняет смысл рождественской теоремы Ферма тот самый истинный смысл, который в ней заключен, что это теорема про комплексные целые числа, а не про вещественные. Хотя и выглядит как вещественная. И утверждает эта теорема… Сколько сейчас времени, чтобы я следил за контролем? Сколько сейчас? Ага. Примерно в 40, да, мы, наверное, завершаем? В 40 потом фоткаемся, то-се. И в 11 начинаем выдвигаться в поход. Так, вот, что же, утверждение теоремы Гаусса Эйлера Ферма. Следующие три свойства нечетного простого числа P из N, натурального, ну, обычного, то есть простого, да? Обычного больше в двойке. Эквивалентны друг другу. Эквивалентны друг другу. Какие же свойства? Первое, что P равно x квадрат плюс y квадрат при некоторых x и y из N. Ну, или z, неважно тут, потому что если они отрицательные, я могу заменить на положительные, естественно. Вот, а не может быть, чтобы одно из них было равно нулю, иначе какое же это простое число, да? Как говорила, какой же вы молодой, если вам 50 лет? Помните крокодил Гена и девочка Галя, которая нашла три ошибки? Или вы уже Чебурашку не читаете? Кто читал Чебурашку? А, нет, все нормально. Я думал, что мир разрушается на глазах. Нет, все хорошо, мир стоит. Так, русская цивилизация разрушится, когда перестанут читать Чебурашку, сказал Саватеев. Ну, вроде пока до этого далеко. Итак, первое. Значит, при некоторых x и y, p равно x квадрат плюс y квадрат. Ну, естественно, не только Чебурашку надо читать, а все, великое наследие этой эпохи нужно изучать обязательно. Так, второе. Второе утверждение состоит в том, что p перестало быть простым. Перестало быть простым, когда мы перешли внутрь гауссовых чисел. p перестало быть простым. И третье утверждение состоит в том, что p равно 4k плюс 1. Вот так. Понятно, что внутри этого утверждения про гауссовые числа прячется в том числе и рождественская терема фирма. Ну, соответственно, что здесь очевидно? Очевидно вот это, правда? И еще кое-что. Вот это. Потому что мы это уже в самом начале доказали. Помните, что 4k плюс 3 не может быть. Значит, очевидно, что 2 и 3 следует из 1. Нам нужно полную эквивалентность получить. У нас пока от нее часть есть только. Но давайте вот сейчас мы докажем, быстренько докажем вот это. Это очень красиво. Это очень красиво. Я просто, чтобы вы чуть-чуть почувствовали вкус гауссовых чисел, я это докажу. А именно, смотрите, что мы будем делать. Если p перестало быть простым в гауссовых, значит, p существенным образом, не через и минусы там 1 или минус 1, а как-то существенно раскладывается на множители. Правда? А теперь смотрите, что если я заменю здесь на знаки минус? Давайте подумаем, что произойдет вот с этим произведением. Почти ничего. Вот здесь появится минус. Правда? Но он появился здесь. То есть, как бы это сказать, это p плюс 0 и, а это p минус 0 и. И оно будет равно вот этому, да? Ну 0, он и в Африке 0, да? То есть мы получили, что то же самое p равно и вот этому. То есть если p как-то раскладывается в гауссовых числах, то, открой секрет, такие называются сопряженными, то в сопряженных гауссовых числах оно тоже раскладывается. Но это еще не все. Что я теперь делаю? Как вы думаете? Да, перемножаю. p квадрат равно. Вот это на это перемножу. Что у меня будет? Сумма квадратов. Помните? Разность, но она сумма из-за того, что и квадрат это минус 1. А здесь гамма квадрат плюс дельта квадрат. Но это уже в натуральных числах. Не правда ли? А в натуральных числах, извините, основная теорема арифметики верна. И не может быть разных разложений числа p квадрат. p квадрат это p умножить на p. Никаких других разложений у него нет на простые множители. Значит, здесь тоже p умножить на p. Но это значит, что p это альфа квадрат плюс бета квадрат. Оно же и это тоже будет. Ну а это значит, что p является суммой квадратов. То есть смотрите, как интересно. Мы полностью намертво привязали суть простого числа, что оно есть сумма двух квадратов, к его свойству потерять простоту в гауссовых числах. Ну а теперь, собственно, самое интересное. Предположим, что мы с вами доказали основную теорему арифметики в гауссовых числах. Вот это вот я предположу, что мы с вами ее доказали. Она действительно доказывается точь-в-точь, как в целых. Долго, спокойно, уравнение диафанта, его следствия и основная теорема арифметики. Тогда что мы имеем? Смотрите, для числа вида 4k плюс 1 существует m, такое, что m квадрат плюс 1 делится на p, правда? Запишем. m квадрат плюс 1 делится на p, но m квадрат плюс 1 это m плюс i умножить на m минус i. И оно делится на p. Если я вам сейчас докажу, что ни это, ни это на p не делится, то останется только один выход из тяжелой сложившейся ситуации, что p непростое, правда? В гауссовых. И все. Ну а как может делиться m плюс i на p? m плюс i делится на p, если равно p умножить на, скажем, tau плюс sigma i. Правильно? Но в этом случае m равно p умножить на tau, а я извиняюсь, единица равна p умножить на sigma. Это явный абсурд. Один не делится ни на что. Ну здесь мы использовали фактически то очевидное утверждение, что делимость гауссова на целое это то же самое, что делимость вещественной и мнимой части, то есть той, которая без i, и той, которая с и на это целое. Обратно неверно. Вон 29 делится на 5 плюс 2i. Это не означает, что 29 делится на 5, думаю, на 2. Но в эту сторону верно, потому что просто по правилу, что такое делимость? Значит, я могу найти гауссовое при умножении на p, дающее это. А здесь по компонентам видно все. Поэтому не может это число делиться на p. Никак не может. В гауссовых числах оно не делится на p. И это тоже в гауссовых не делится на p. А значит, получается, что единственный выход — это непростота p. Это то, что p на самом деле само непростое, потому что иначе мы с основной теоремой арифметики сразу получаем противоречие. Но раз p непростое, мы уже вывели из этого, что оно из суммы квадратов. И доказательство номер 2 гаусса завершено. Так. Готовы к доказательству номер 3? Это самое удивительное доказательство, которое только я видел в математике. Это точно. Значит, доказательство номер 3. Оно сборное — это Дон Цагир и наш с вами соотечественник Александр Васильевич Спивак. Но я буду рассказывать именно Спивака, потому что Дон Цагира вообще непонятно, как он мог это выдумать. Вообще непонятно. То есть это... А Спивак вот все прояснил. Все прояснил. Это доказательство 2006 года, вы не поверите. 21 век. Ну, у Цагира, по-моему, в 90-е было. Но Цагира не понял никто. А когда Спивак все нарисовал, все стало ясно сразу. Он нарисовал в 2006 году. Итак, смотрите, что делается. Мы берем простое вида 4К плюс 1 и замечаем, что если вот такая ситуация возникла, то тут одно четно, одно нечетно. Ну, это очевидно, да? Потому что по модулю 4 должна получиться единица, значит, соответственно, в одном случае будет 0, в другом – единица. Ну, для простоты давайте считать, что х нечетно, а у четно. Это, в принципе, совершенно не важно. Но если так, то на самом деле написано х квадрат плюс 4. Давайте здесь будет у с волной, у с двумя волнами в квадрате равно p. То есть на самом деле вот такое уравнение мы ищем, его разрешимость, раз оно будет четным, одно из чисел. Да. Ну, я сейчас просто для у хочу зарезервировать, я хочу зарезервировать себе имя у для некоторой переменной новой. Поэтому я просто переобозначил. То есть существуют х и у с волной, такие что? Это то же самое, что существует х и у с двумя волнами. Уже здесь я не знаю, четно или нечетно. Что вот такое верно? Вот я хочу… Этот факт, он эквивалентен исходному факту. А вот теперь я делаю следующее. Я пишу х квадрат плюс 4у з равно p. Зачем? Какой в этом смысл? А вот какой. Рассмотрим множество решений. Множество решений уравнения в натуральных числах. В натуральных числах. То есть в тройках натуральных чисел x, y, z. Фиксированного порядка. То есть, смотрите, что я делаю. Я беру, например, 13. Так? И ищу все варианты, которыми можно разложить 13 в сумму квадрата и у четверенного произведения. Ну, например, 1 плюс 4. Что тут должно быть? На 3, 1. Но я буду отличать его от 4 на 1 на 3. Буду отличать. Так. Больше вариантов соединиться явно нет. 3, 1 или 1, 3? Натуральные должны быть. Вот. Дальше. С тройкой. Это 9 плюс 4 на 1, 1 и все. Так. Вот вы должны уже начать что-то подозревать. Вы должны начать что-то подозревать. Давайте для 17 посмотрим, что происходит. Нет, 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 нет. Чет нечит. Исключительно. Все гораздо проще. Просто чет нечит. Их нечетное количество всегда будет. Сейчас мы посмотрим, что для 17. 1 плюс 4. Тут, да, 4, 1. 2, 2. И 1, 4. Я помечаю звездочкой вот этот здесь вариант, здесь вот этот вариант. Потому что они приводят к решению нужному. А нужное решение это просто, ну вот это эквивалентно при y равно z. То есть это превращается в это, если y равно z. Тогда все, мы нашли. Значит, здесь мы пока видим, что все хорошо, но может быть так, а 9 что у нас? 9 плюс 4 на 1 на 2 или 9 плюс 4 на 2 на 1. Видите, да? Их 5. Я думаю, вам составит удовольствие посмотреть, сколько их в случае 29. Ну там 7 или 9, я точно не помню. Ну, в общем, видно, что нам надо доказывать следующую теорему. Для любого p вида 4k плюс 1 количество таких троек нечетно. Да? Да, конечно. Да. Да, но это как раз будет следовать из этой теоремы. То есть вот если я докажу, что количество троек нечетно, то я все докажу. Потому что они разбиваются на пары x, y, z, x, z, y всегда. Да. И если бы, если, ну, если их нечетно, значит, кто-то сам с собой должен разбиться, да? И все, ничего не сделаешь с этим. Вот. И поэтому все, что нужно, это доказать, что их нечетное количество. Как же мы это сделаем? Ох, сейчас увидите. Давайте вот этот весь беспредел я стираю. Гауссов беспредел я стираю. И сейчас я вам нарисую картинки крылатых квадратов Александра Васильевича Спивака. Я считаю, что он навсегда вошел в историю математики, Спивак. У него много есть замечательных книжек, там, толковых и так далее. Но вот этим доказательством он навсегда себя вписал золотыми буквами в историю математики. Совершенно античная идея. Вообще вот это доказательство могли придумать античные люди, не говоря о фирме. Значит, что же он сделал? Он говорит, ну, давайте для 13 нарисуем. 1 плюс 4 по 3х1. 3х1 раз. Вот тут нужны цветные фломастеры. 3х1 раз. 3х1, 2. 3х1, 3. И 3х1, 4. Красиво? Так. 1 плюс 4 на 1, 3. 1 плюс 4 на 1, 3. Так. Правда? И, наконец, 9 плюс 4 на 1, 1. 9. Позвольте мне нарисовать это здесь. Согласны? Так. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит при 17. 1 плюс 4 на 4х1. Вот эти вытянутые, да? Так. 1 плюс 4 на 4х1. 1 плюс 4 на 2х2. Так. 1 плюс 4 на 2х2. Давайте нарисуем вот такие вот толстячки, да? Толстячки тут к нему приклеиваются. Толстячки вот так перекрываются, да? Вот так. Правильно? Так. Что дальше? 1 плюс 4 умножить на 1 на 4. 1 плюс 4 умножить на 1 на 4. Правильно? Согласны? Дальше. 9 плюс 4 на 1х2. Кто ее здесь видит? Вот это, да? Что там у меня? 1х2 и 2х1, да? Ну вот это 1х2, да? А это 2х1. Итого, с точностью до, как бы сказать, переворачивания, если мы рассмотрим, мы рассмотрим все картинки, которые возникают для любого простого p-вида 4k плюс 1. Рассматриваем все возможные картинки. С каждым из решений x, y, z связана своя клеточная картинка. И все клеточные картинки, кроме одной, разбиваются на пары. Кроме какой? 4k плюс 1. 1, k, k, k и k. Вот это не имеет пары. Она не вылезает и не покрывает. Вот здесь каждая картинка. Если вот здесь они вылезают за предел квадрата, то мы можем вот так вот вычленить, так, чтобы наоборот были меньше. Если наоборот мы стартуем с той, которая была вот такая с маленькими, то мы, проводя вот эти линии, восстанавливаем внизу квадрат и прилипляем к нему вот такие, которые, соответственно, уже квадрат скрывают внизу. То есть каждые две, каждых два решения дают ровно одну картинку. Кроме 4k плюс 1. Кроме вот этой. Но это же и означает, что решений четное количество, нечетное количество. Все. Смотрите, какая идея. Первое. Каждому решению соответствует картинка с точностью до зеркального отражения. Второе. Каждой картинке соответствует одна и только одна еще одна картинка путем вписывания в нее их по-другому, то есть проведения вот этих вот линий. И, соответственно, третье, что есть ровно одно исключение из этого правила, а именно картинка 1, 4k, 4k, ну, k и k. Но здесь появляется вопрос, а почему не может быть картинки, скажем, 3 плюс вот столько, плюс вот столько, плюс вот столько, плюс вот столько, которые тоже ничему не соответствуют. Или 5. Почему? Кто первый догадается? Почему тут только один может быть? Ну, просто делится на 3. Количество клеток в такой картине будет делиться на 3. А у нас простое число. Поэтому таких картинок не бывает. И единственная картинка, которая не имеет пары, это картинка вот такого колеса. А все остальные разбиваются на пары. Ну, раз они разбиваются на пары, их нечетное количество, потому что колеса еще надо посчитать. А раз их нечетное количество, то и вот это разбиение на пары тоже не имеет одна из пары без партнера. Но это и есть решение наше уравнение. Все. Есть еще через цепные дроби, но, видимо, не успеем. Невероятное через цепные дроби. Но я должен буду рассказывать, что такое цепные дроби. 35 минут. Цепные дроби, цепные дроби, цепные дроби. Поднимите руку, кто знает, что такое цепная дробь. Нет, это отдельно. Это как-нибудь отдельно мы. Про цепные дроби отдельно соберем несколько сюжетов красивых, в том числе и вернемся к этой в другой раз. Спасибо, друзья, за внимание. Вопросы? Вот канал, куда я всех зову. Математика там разная, сложная, простая, всякая. Также есть сайт Саватеев XYZ. Есть 100 уроков математики в интернете. Пока еще не все до конца записаны. Точнее, есть все 100 уроков в плохом качестве. Если погуглить можно или по Яндексе, можно найти все 100 уроков, но в плохом качестве. Мы их сейчас переписываем в хорошем, и их уже там типа под 80. То есть мы это скоро добьем. Все 100 уроков будут в хорошем качестве, с конспектами, упражнениями, с очень красивыми картинками. Но уже те, которые есть, достаточно для очень серьезного ведения. Там книжки всякие, соцсети. Но я не веду их. В основном ведут помощники. Вот, вопросы. Нет вопросов? Ни у кого нет вопросов? Тогда поднимите руку, кто приехал из Казани. Мало, да, народу? Все здесь? А где вы учитесь? О, вы здесь учитесь в лицее, да? И хорошо, видимо, учитесь. Здорово. Ладно, отлично. Тогда давайте до новых встреч, а мы сейчас идем в следующее, в математическое туристическое мероприятие. Следующее. Удачи вам! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ